Всем добрый день! Приветствую вас из солнечной Молдавии, из нашего любимого Приднестровья. Нахожусь сейчас в курятнике, показываю вам своих петушков, галашеев, курочки галашеи, Доминант, Арпингтон и Венгерка. В принципе, всеми курочками доволен. Тема сегодняшнего видео Январь месяц, появились квочки, Арпингтон. Арпингтон 8 месяцев курочки, она уже второй раз садится. Как ее посадить? Вот еще одна сегодня поймал, без лица сидит. Вот Арпингтон и какие они, большие, красивые, начинают нести 7 месяцев. Яйца, петушок Арпингтон. Яйца маленькие, может быть, наберут и уже ввозь Саванаку дахчат. И такая, конкретно. Вот курочка Доминант. Вот две красивые, петушок Доминант и галашеев. 7 курочек хватает. Петушке более-менее мирно. Значит, сейчас зайдем в курятник. Я вам покажу квочку, и расскажу, как определиться, стоит ли ее сажать и каким способом надо сажать. Ее надо забирать из курятника, потому что она сидит с утра до вечера. Я ее... Как проверить? Выкидывает ее каждый день по 3-4 раза, возвращается. Значит, будет сидеть. Я ее уже отсаживал в теплицу. В теплице она посидела и вот опять через неделю села. Ну, дам ей 17 маленьких яичек, занесу в перепелятник, поставлю гнездо, сядет, пусть сидит. Вылупит штук 15. Отлично. Смотрим. Вот мы находимся в перепелятнике. Это наши фараоны. Уже несутся вовсю. Мальчиков отсадил. Для улучшения крови фараонов добавил к фениксам и к детским бройлерам. Помним, да? Им нужно тепло. Вот так на ночь закрываем клееночкой. Внутри тепло. Будет холодно. Будет погибать. Вот посмотрите. Как понять, что им нормально, там внутри тепло, и они несутся. Сегодня сколько? 15 фараонов. 15 фараонов. Это фараонов такое черное лицо. Это технический бройлер. Это феникса. А теперь к нашей основной теме. Вот смотрите. оборудовал место под клеткой, под бурдерами. Здесь у меня плюс 10 в перепелятнике. Вот это гнездо сейчас подготовим. Помним, надо ставить нечетное количество. 15, 17, 19, 20. Я выбрал самые мелкие яйца. Обраны не так будет жалко. Сейчас пойду за клеткой. Я видел, опять она залезла в гнездо. Она должна увидеть эти яйца и сразу же сесть. Сядет, значит, будет сидеть. Здесь я сделаю укромное место. Вот смотрите. Видите, здесь обогреватель включаю иногда. Следим. Хорошо, иду за клеткой. Закрою ей глаза. Говорят, надо в темноте. Проверю. Всем добрый день еще раз. Продолжаем наше видео про квочку. Как посадить квочку. Вот. Посмотрите, я ее перенес из курятника в перепелятник. Подтверждение моих слов. Под клетками оборудовал место. Принес гнездо. Я вам показываю. Поставил 17 яиц. Что у нас здесь происходит. Вот, посмотрите. Хвочка. Это арпентоника. Посмотрите. Выгнать с гнезда ее практически невозможно. О, покушать вышло. Наконец-то вышло покушать. Чего боялся. Три дня не ела. Три дня не ела. Чокнутая какая-то. Вот яйцо. Яйцо теплое. Вот это холодное. Плохо сделал глинто. Сейчас немножко поправлю и поставлю на место. Вот кушает. Слава Богу. Бывают такие чокнутые квочки. Могут сдохнуть на гнезде. Пусть кушает. Беспокоить ее не буду. Яйца поправил. С краю холодные были. Немножко гнездо подправил. Оно должна хотя бы раз в сутки спускаться. Если не буду спускаться сама, буду спускать сама. Оно Было Продолжение следует...